Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Бюст императора Камода в образе Геркулеса. Конец II века, мрамор, высота 133. Данный бюст – один из самых знаменитых римских античных скульптурных портретов. Он изображает императора Камода в образе Геркулеса с его главными атрибутами. В правой руке дубина, которая сама по себе порой является символом мужества. В античном, а иногда и более позднем искусстве, правитель представляется как, на данном изваянии, в плаще из львиной шкуры – трофея из первого подвига героя. Голова зверя образует подобие шлема, лапы связаны на груди. В левой руке Камода, золотые яблоки – гесперит, как напоминание о героических празднествах в честь Геркулеса. В греческой мифологии он является персонификацией физической силы и храбрости. 12 подвигов, в которых была одержана победа над злом – это отчасти миф, отчасти героическое сказание. Они отражают двойственную природу персонажей как бога и героя. Камод гордился физической силой. Все также признавали и красоту императора. Он заказывал свои скульптурные портреты в образе Геркулеса, считая, что является реинкарнацией этого античного бога. Удивительно сохранившаяся капиталистская статуя представляет собой сложную аллегорию. Бюст обрамляет две коленопреклонные амазонки. У левой утрачена голова, на остальной в очень хорошем состоянии, от правой осталась только рука. В центре шар, украшенный знаками зодиака. Воительница держит два рога изобилия, которые огибают герб, увенчанный двуглавым орлом. Скульптура найдена в XIX веке при раскопках в Ламианских садах, расположенной в верхней части Эсквилинского холма в Риме. Там же, где была обнаружена знаменитая Венера Эсквилинская. Вот такое описание к работе бюст императора Камода в образе Геркулеса, конец II века, мрамор. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok